Дом Джона Колтрипа Думаю, это его дом. Родители Джона. Мы Джо и Лори Колтрип. Родители Джона. Приехали из Сент-Луиса. Мы здесь, чтобы помочь сыну найти жену. Для нас это большая честь и… Волнительное событие. Просто не терпится. Это здесь? О, Господи, ошиблись. Это его дом? Думаю, да. Мы прожили в браке 37 лет. Почти 38. Да, будет в октябре. Но уже Джон. Ты дома? Мы уже несколько месяцев не видели сына. Наверное, с прошлого Рождества. Так что мы рады быть здесь. Мы, конечно, постоянно разговариваем, но повидать его лично всегда приятно. Мы впервые выбираем девушку, которая может стать Джону женой. Это необычно. Чего нам ожидать? Получится ли у нас что-нибудь? Ну, где ты ходишь? Привет. Боже мой. Привет. Мой дорогой. Это чудесно. Просто чудесно. Пап. Вот оброс. Как ты? Хорошо, как сам. Ты просто красавчик. У меня всё отлично. Мы были невероятно рады встрече с сыном. Как и всегда. Джон! Выпейте что-нибудь? Что есть? У меня только спортивные напитки. Люблю проводить время с родителями. Они у меня шутники. Холостяк с чистой ванной? Потрясающе. Перестань. Мне уже 30. Я становлюсь старше, а всё ещё холостяк. Так что я сразу ухватился за этот шанс. Джон! Дом чудесный. Я хочу такой же брак, как у моих родителей. И это моя возможность. Многие скажут, что идея сумасшедшая, но она не лишена смысла. Мне подходит. Всегда делайте то, что подходит лично вам. Все люди разные. Отлично выглядишь, Джон. Волнуешься? Без нервов никуда. Я же человек. Если не волнуешься, дело ничего не стоит. Ничего не стоит. Сколько пафоса в одной фразе. Думаю, Джон готов к браку. У него успешная карьера, он обеспечен финансово, все кредиты на обучение погашены, он чувствует себя уверенно и готов остепениться. Очевидно, что это для меня новый опыт, и происходит всё очень быстро. Поэтому для меня честь, что вы согласились принять в этом участие. Мы польщены. Я вам полностью доверяю. У вас чудесный брак. Кому же ещё помогать мне с этим решением? Вы знаете меня лучше всех.